Что вы сделаете в первую очередь, когда закончится режим самоизоляции? Многие девушки не могут дождаться, когда смогут пойти в салон красоты. Кто-то уже запланировал визит к стоматологу, ну а любители активного отдыха сразу отправятся в путешествие. А пока что готовимся к лету. Поддерживаем форму. Мы с нетерпением ждем лето, когда режим самоизоляции снимут. И можно будет подолгу гулять, путешествовать, заниматься активным отдыхом. А для этого нам нужна удобная, комфортная обувь. Кстати, и сейчас можно выбрать любые модели на сайте. И заказаем бесконтактную доставку прямо домой. Сегодня мы познакомимся с весенне-летней коллекцией Пермской обувной фабрики Трек. Один из самых популярных видов городской обуви для теплого сезона – это кеды. Легкие, удобные и практичные они подходят на все случаи повседневной жизни. Главное требование к подошве – жесткость. Кеды не должны слишком легко сгибаться. Помимо этого нужно обращать внимание на рельефный рисунок на подошве. Другая немаловажная деталь – стелька. Она должна выниматься из обуви для удобства стирки и сушки. Качественные кеды имеют стельки с поддержкой свода стопы, которая обеспечивает амортизацию, чтобы ноги не уставали. Кеды идут, подошву у них обязательно из резины. Резина на данных моделях идет прошитая. Соответственно, помимо этого будет сверху использоваться либо натуральная кожа, либо гидрофобный нубок. Натуральная кожа – отличный вариант для дождливой погоды. Гидрофобный нубок и от влаги защищает, и позволяет ногам дышать. Определить, имеет ли модель гидрофобные свойства, поможет надпись «Waterproof». Если такой отметки нет на обуви, она должна быть указана на коробке. Для дождливого лета лучше выбирать высокие кеды. В них будет так же легко и комфортно, как в обычных, но они дают повышенную защиту от влаги. Для любителей пешего туризма – оптимальная обувь, трекинговые кроссовки и ботинки. Для долгих и дальних походов подходят высокие модели, которые защищают не только стопу, но и голеностоп. В низких моделях будет комфортно во время обычных прогулок по лесу и отдыха на природе. Трекинговые ботинки из кожи или ноутбука с гидрофобной пропиткой дарят комфорт в любую погоду. Противоскользящая подошва, гипоаллергенная стелька с анатомической конструкцией, надежная фурнитура, прочные швы – все это критерии качественной походной обуви. Сделано таким образом, чтобы было хорошее сцепление непосредственно за грунтом. Дополнительную защиту обеспечивает усиленный задник и носок. Кожа искусственная, которая защищает носок от того, чтобы вы его не порвали. Чтобы обувь дольше служила, за ней нужно правильно ухаживать, используя водоотталкивающую пропитку. Средство следует наносить на очищенную сухую поверхность за несколько часов до выхода на улицу, чтобы состав успел впитаться. Заботьтесь о своей обуви, и она позаботится о ваших ногах. Безупречная кожа – мечта всех женщин. Поэтому в косметологии постоянно появляются новые средства, способные решить разные косметические проблемы. Но одной из постоянных процедур по уходу за кожей лица и тела остается озонотерапия. Озон давно применяется в различных сферах медицины. Не менее успешно он используется и в косметологии. С помощью озонокислородной смеси можно решить множество проблем. Мы постоянно находимся с вами в поиске средств, которые сделают нас красивыми и молодыми. Об одном таком средстве я хочу вам сегодня рассказать. Это процедура озонотерапии. Озонгаз – активный кислород, который при попадании в кровоток улучшает метаболизм, ускоряет ферментативные процессы в организме, улучшает наш иммунитет. Процедура озонотерапии лица улучшает цвет лица, восстанавливает контур, турбор кожи. Она успешно используется в качестве профилактики старения, при проблемах с пигментацией, при наличии сосудистых звездочек, темных кругов под глазами, повышенной отечности лица, проблемной кожи и угревой сыпи. Озон активизирует синтез коллагены и эластины, нормализует способность кожи удерживать влагу, разглаживает морщины. Озон используют также для коррекции фигуры, лечения целлюлита. Озоновые инъекции стимулируют окисление жировой ткани, активизируют микроциркуляцию, буквально растворяя жировые отложения. Создается эффект лифтинга. Процедура может проходить в разных формах, каждая из которых имеет свою специфику. Для оздоровления лица используются самые низкие концентрации озона. Он вводится подкожно с помощью микроиглы в проблемные зоны подбородка, щек и шеи. Внутривенное капельное вливание используют для общего оздоровления организма, благодаря чему он насыщается кислородом. В результате улучшается цвет лица, состояние кожи и волос. Восстанавливаются силы, повышается иммунитет, снимается синдром хронической усталости. Специалисты говорят, что подобная процедура по эффекту сопоставима с отдыхом в горах. При лечении целлюлита и коррекции контуров тела озон вводится подкожно в область ягодиц живота и бедер с помощью мультиинжектора тонкими иглами. Сама по себе процедура безболезненная и нетравматичная, поэтому не требует восстановительного периода. А результат похож на эффект от липосакции. Поверхность кожи разглаживается, повышается упругость, обеспечивается локальное омоложение и тонизирование. Оптимальный курс для озонотерапии – 8-12 процедур с интервалом 2-3 раза в неделю. Данная процедура имеет противопоказания, поэтому перед приемом нужно проконсультироваться со своим доктором. К противопоказаниям относятся беременность, кровотечение любого характера, эпилепсия, кардиостимулятор. Данную процедуру мы можем порекомендовать всем людям, начиная с 18 лет. При помощи озонотерапии достигается не временный косметологический эффект, а длительное улучшение всего организма. Действие озонокислородных смесей распространяется не только на верхние слои кожи, но и на глубинные, оздоравливая, увлажняя и защищая кожу изнутри, помогая выглядеть моложе и привлекательнее.